Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы встретились с Дашей, Любой и Александром в Аланье. Они приехали впервые в Аланье из Владивостока. Хабаровский край. Почему я в Владивосток? Не знаю. Потому что Айхан мне сказал Владивосток. Хабаровский край. Из Хабаровского края. И мы попили чай, чуть-чуть пообщались. Сейчас мы идем в магазин пряжи. Многие из вас спрашивали про этот магазин, поэтому еще раз покажу вам, где он находится. Ну и, конечно же, порасспрашиваем ребят, что им понравилось, не понравилось и что их удивило в Аланье. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Приехали мы в город Амурск Хабаровского края. Это... Дальний-дальний Восток? Да, самый Дальний Восток. Самый Дальний Восток. Вот. Кто удивил здесь, это количество и качество зелени. Это... Ёлки рядом с пальмами. Да. Тут же мандарины. Тут же... Гранаты. Гранаты. Оливки. Скажите, как долго вы добирались? Почему Аланию выбрали? Аланию, ну не знаю, у нас был выбор или Таиланд, или Турция. Мы выбрали Турцию. Начали читать, искать отель. И вот на Брилли, на Блустар. Всем рекомендуем отличный отель. Да. Где он находится? Он находится... Блин. На Клеопатре. Вы показывали. Да. На Клеопатре чуть-чуть вверх. Вышли там, ну сколько, минут, наверное, 10 ходьбы от пляжа Клеопатри. Ну, отель. Мы без ума. И в следующий раз, когда будем здесь, мы опять в нем же поселимся. Обязательно. Да. Хоть и читали, что там не хватает еды кому-то. Не знаю, только соусов 11 видов. Даша, а тебе как? Море нравится? Пляж нравится? Очень соленое. Очень, да. Море, кстати, очень соленое. Да, по сравнению с Японским морем, я... Да. Да, первый раз был шокирован. Ну, в отеле бассейн очень теплый, мы оттуда не вылазим. Да. Так что, в принципе, можно и на море не ходить. Не, ну, на море мы ходим вечерами, потому что днем уже... Очень жарко. Очень жарко. Мы к такому не привыкли. Да. Но... Что еще? Вообще... Очень дружелюбные туты, очень. Да, мы все были просто поражены, абсолютно незнакомые люди. Спокойно в магазин зашли, чай налили, мы попили, еще ничего не купили. Да. Могут подарок какой-нибудь оставить. Очень хорошо. Да. Друзья, многие из вас спрашивают меня постоянно, какой отель посоветуете, где остановиться. Но здесь у нас есть одна проблема. Поскольку я живу в Алании, в аланийских отелях, я не останавливаюсь. И объективно вам сказать я не могу, потому что, чтобы объективно сказать, нужно там пожить, попробовать еду, поплавать в бассейне и так далее. Поэтому, ребята, какой отель? Блюстарк. Блюстарк. Четыре звезды, но там шикарно. Да. Очень и очень понравилось. Да, поэтому имейте в виду, один вот из хороших отелей по рекомендациям. Блюстарк. Саня, ну а теперь перейдем в магазин пряжи. Расскажите, вы вяжете? Да. Много, много, много. Да, все вяжем, кроме моего свитера. Мы сейчас находимся недалеко от Пятничного рынка. И если идти вот по этой улице до аптеки и повернуть после аптеки и пройти практически до конца вот этой улицы, там будет магазин пряжи. В этом магазине огромный выбор пряжи, ниток, в общем, всего того, что нужно для вязания. Ну и, конечно же, ссылку на магазин пряжи я оставлю вам в описании к этому видео. И, друзья, прямо напротив вот этого поворота поворачиваем и видим вот этот магазинчик с пряжей. Здесь очень большой выбор. Сейчас мы узнаем. У Любы, потому что она очень много вяжет. Ну и, например, вы говорили про Ализе? Да, вот эти вот. А в чем особенность? Просто я не вяжу, в чем особенность вот этой пряжи. Вот такой вот моток стоит 6 лир. У нас он 180 стоит рублей. Это шерсть? Ну, это не шерсть, это полу такая. Когда вяжешь, получается, рисунок сам собирается. А, то есть она такая не однотонная. Получается, да, в полосках таким всяким. Вот тоже такая интересная. Очень много. Огромный выбор цветов. Например, есть вот такая вот пряжа стоит 9 лир. Ализе Макси. Смотрите, вот такой Ализе Макси есть. 6 лир. Ну, в общем, цены. В общем, да. Вот это вот прям для футбольных фанатов турецких. Ой, вот это вот очень классное для шарфа, бычерненькое такое. Ой, жесть, классно. Слушайте, так я сама тоже стану вязать. Ой, а это, как она называется, травка? Травка, да. А травка сколько стоит? 6 лир. 6 лир. 4,5 лир. Ализе, вот такие вот тоже. Ой, вот это вот классное. Прям крупная гала, микс фибер. Очень большой вибор. А вот это вот, скажите, пожалуйста, вот это вот тоже сейчас очень популярно? Это как коврики, наверное, у нас же такие. Разные. Для ковриков. Ну да, ты же вязала это. Ну, на дачу коврика. Ну, а почему? Домой нормально. Вот тоже более тонкая. А вот это вот для чего подойдет? А все вяжут одинаково. Для нас, как ажурно-большой. Большой ажурный, знаешь, цена-то маленькая была. В общем, друзья, здесь огромный выбор. Даже вот такая вот интересная с блестками какая-то пряжа есть. Я понял. Очень большой выбор. И цены, как вы видите, 4 лиры, 4,5 лиры. Да, недорогие. Для нас так это бесплатно. 7,5 лиры. Вот какая-то мозаичная, она с такой. Тоже для кофт. Для кофт. Да. А вы, расскажите, Люба, вы что вяжете? Ну, основу кофты. Кофты. Свитера, носки. Рукавички. Ой, рукавички вязаны. Это самый кайф. Перчатки. А, смотри, это что? Ага, тоже. Такая интересная, яркая. Вот смотри, какая вообще прям переливающаяся. Ага. В общем, вам нужно сюда идти и быть здесь. Да, очень долго и все. Да, прощай. Так, друзья, теперь Айхан спрашивает вопросы. Интересные вопросы. Посмотрим. Айхан. Какое больше всего вам понравилось? Какое больше всего турецкое блюдо вам понравилось? Все. Ой, блин. Я не знаю. Мне яичница с зелью. Я не знаю, как это называется. Ямурта. Просто беспокойно. Умурта. 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 Блинчики. Я ем все. Мне нравится все. Ха-ши-й, ха-ши-й. Аланья, да ничего не любят, знаешь? Что вам понравилось больше всего в Аланьях? Вот из достопримечательностей. И, кстати, куда вы поедете еще? Понравилось. В принципе, я не езжу. В самой Аланьях там и на Рангейне были. Мы ездили в Сиде, в Фарк. Си Аланья. Си Аланья. Все самую красоту вы на потом оставили. В крепость вы еще поедете. Да, мы поедем будем. Сегодня поедем в Кападоке. Сегодня поедем в Кападоке. Да, завтра в Кападоке. Сегодня поедем на дайвинге был. Потом еще по Мухале. И в Аланьях. И в Аланьях. В Аква-парк. В принципе, два дня для крепости. Насыщенная программа. Можно сказать, без выходных. Выходные ночи. Да, спешка. Пошка сурома. 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 Еще раз приедете? Обязательно. Да. Только именно Аланья. Только... Ну, я не знаю. Может быть, попробуем в другой отель. Что вы посоветуете другим туристам, которые приезжают в такое жаркое время года? Как спасаться от жары? Сидеть в отеле под кондушником. Нет, ну что, надо мазаться кремом, носить солнцезащитные очки, шапки, много пить воды. Жидкость, да. Я не знаю. Вот время... Ну, начинаешь все в 7 вечером, только можно спокойно выходить в гуляцию. Ну, утром... А все остальное время на пляж? На пляж? Нет, на пляже в это время как раз... Ну, бассейне. У бассейна, потому что сгоришь моментально. Детально. В обед. Кремарм обязательно. Да, кремарм... Айхан, башка с орла варма? Моешь. И нефигенно, Даша. Да, Айхан говорит, хорошо, что приехали, приезжайте снова. Да, приезжайте. Даша, рассказывай, что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось, ну, Сиаланья парк, Сиде... Ты в камеру, Сиде, Сиаланья... Море, ты говорила, очень соленое. Глаза щипят. Да, глаза щипят. Все понравилось. А еда понравилась? Да. Спасибо, мой картошка при. А, кстати, что с фруктами у вас в отеле? У нас там яблоки, груша, дыня, арбуз. Арбуз, обязательно, да. Ну и все. Да, в принципе. Крус, фрукты, как бы все хорошо. Да. А так? Хотели поесть бананов еще не сезон. Либо уже, либо еще. Нет, скорее всего еще. Потому что были вчера на рынке, у двоих только бананы продают. Клубника уже отошла. Черешня очень вкусная. Потому что абрикосы большие. Абрикосы, я вчера, не знаю, пока шли по рынку, я полкилограмма наверное съел он обалденную. Так что, все прекрасно. Цены, мне сразу вспомнился Советский Союз, когда арбузы были по 20 копеек, виноград по 20 копеек. Черешня 5 лир, ну грубо 55 рублей. Ага, и у нас она 600 рублей. И у нас она, ну. Балзаман, чемпион Фенербахте. Очень хорошо. Адиде, чемпион Фенербахте. А, Фенербахте? Чемпион Фенербахте. Ну, это футбол. И у нас чемпион Фенербахте. Друзья, и гуляя по центру, мы встретили еще наших подписчиков. Вы из какого города? Мы из города Щелково. Ближайшая под Москвой. Кто знает, аэродром Чикаловский, 38 полка ВДВ. И расскажите, расскажите, как вы приехали в Аланье. У вас очень интересная история. На машине. Приехали на машине, доехали очень много. Через Грузию, в Каппадокию заехали. Заезжали. Трабзон, Самсун, Анкара, Конья, Каппадокия. И вот сейчас в Аланье. Нам очень нравится. Всем рекомендуем. Не слушайте радио, где показывают конкретно, что очень плохая ситуация в Грузии. Там все отлично, все замечательно. Принимают радушно. Все доступно. Путешествуйте на автомобилях, потому что в Турции вообще все сделано для людей. То есть очень удобно, очень быстро, очень комфортно. Дороги вообще. Дороги очень комфортные. Ну, вообще. Вы столько проехали по Турции. Дороги потрясающие. Да, то есть как бы 99% это очень качественные дороги. Особенно ночью едешь, как будто на самолете у нас взлет о посадочной полосе. То есть как бы вот. Вы тоже на машине приехали, да? Нет. Нет, ну мы как бы ездили, как бы. Они из Дальнего Востока. Они вообще, они, да. Они издалека. Вот я смог из Венского, она из Дубахи. Здесь тоже, как бы, мы не москвичем, мы просто сейчас живем там в Москве. Да, уже много лет там живем, а так родились в Турции. Расскажите, что у вас... Вы какой раз в Турции? Мы уже очень много. Мы много раз в Турции, но до этого мы приезжали, брали машины в аренду. Мы побывали в многих тоже городах. Там, ну, допустим, Памкале, Ульденис, Эфес. Ой, ну вы все уже профессионалы, вы уже все знаете. Марморис, Кемер, Анталия. Ну, я же не знаю. А в этот раз, что у вас больше всего, может, удивило? Я не знаю, вот прям впечатление, какое самое яркое. Вот из поездки на машине. Из поездки на машине. Вы про Турцию, да? Ну, пока нас удивило, что удивило? Все-таки, наверное, свобода передвижения, удобство. Я говорю, то, что вот как бы создано именно здесь все для людей. Очень удобно, комфортно. Комфортно. Не мешает вообще полиции нигде. Я ее не замечаю. У нас нигде не останавливали, не проверяли. Везде можно побывать. Были буквально вчера в пещере Дим-Чай. Это Дим, да, Печера Дим. Тоже понравилось. Все очень комфортно. То есть, в принципе, как мы понимаем, здесь в Турции, наверное, средний класс процветает. Не так, как это в России, там большой провал такой. А все создано для этого среднего класса. И, в принципе, я так понимаю, что по количеству машин, по количеству, соответственно, как бы вообще магазинов людей на улице, все создано для людей. Мы, как бы, приехали здесь в любви, чтобы, я скажу, такое ходило слово «Махмутлар». Может быть, в будущем, да. А так вообще, как бы, были в ресторанах цены демократические для сравнения в цены в России, допустим, где черешня стоит 400 рублей килограмм. А у вас дешевая? А у вас сколько? А у вас? У вас поближе, короче. И здесь, допустим, сравнение. То есть, как бы, огромный выбор, все свежее. Очень комфортно, арендовали апартаменты, тоже все дешево, удобно. Ну, я не знаю, у нас там, как бы, уровень у семизлёздочного отеля. Вы на сколько приехали? Ну, мы приехали конкретно на Баланю на 10 дней сейчас. А потом куда? А потом обратно. В Грузию. Работали. И на работу. Супер, вот так вот встречаются, видите, опытные путешественники. Да, и навички. А вы первый раз, они первый раз приехали. Мне понравилось, да? Дело в том, что Солнце, это первое место занимает портефакт там вообще. Вот, допустим, Каппадокия, допустим, никто не знает, допустим, мы были. А там 5000 квадратных метров вообще достопримечательностей, включая несколько подземных городов, которые включают 12 этажей подземных. Это мы покажем фото, у нас видео. А мы сегодня ночью едем в Каппадокию? А мы едем в Каппадокию. А мы прямо были в центре, там, Каппадок, Гереме, в центре Гереме. У нас был видовой такой отель, мы снимали. Кена Канак, по-моему. И здесь мы порой вин встречали, скажем так, но там, я думаю, что изначально можно было попробовать все демократические цены. А так, если в Каппадокию проедете, вы настолько не стоите. Да, на два дня, вот сегодня ночью. Обязательно возьмите их суши в подземные города. Ну что, дорогие друзья, вот такие вот прекрасные встречи бывают в Аланье. Просто супер. И из таких разных городов, у всех такие разные истории. Ну, а вы, конечно же, тоже приезжайте в Аланье, в Турцию. Ну, а ребята, передавайте всем привет из своих городов. Из Дальнего Востока, всем. Да, всем привет и всем пока-пока. Добро пожаловать в Аланье и в Турцию. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»